Друзья, спасибо, что заинтересовались этой темой. Что случилось в Дюнкерке? Там случилось отступление. Отступление историческое союзнических войск. В течение недели французов и англичан спасали от кольца немецких войск, которое захватило 338 тысяч по современным сведениям, британских и французских солдат, которые были эвакуированы через Ла-Манш. Вот эта фактическая сторона присутствует в истории о Дюнкерке, которая в историю мифологизированную вошла с легкой руки Уинстона Черчилля в своей речи, одной из первых его исторических речей. Он назвал это отступление чудом. Чудом Дюнкерка, Miracle of Dunkirk. И неоднократно вот эта совершенно мистическая сторона спасения огромного количества людей, она превалировала над трагическими событиями, которые сопровождали эту эвакуацию. И вот здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда история становится мифом, когда история в целом ряде случаев в связи с политическими разного рода патриотическими мыслями конструируют историю в сущности поражения таким образом, чтобы представить ее уже не как историю поражения, а историю величайшей победы. Сразу скажу, что это не первое поражение, которое стало победой в литературе. Еще в 401 году у Ксенофонта мы знаем об историческом отходе греков, которая становится их победой. Естественно, мы знаем хроники отступления Наполеона из Москвы. И мы понимаем, что эпос прошлого, который связан с выживанием в ситуации спасения от неминуемой гибели, это эпос победителей. И все-таки эта ситуация парадоксальная. На самом деле показывает ситуацию очень странных взаимоотношений между историей и литературой, их близости. Дело в том, что в нашем современном понимании история – это обязательная отсылка к неопровержимым фактам, к неопровержимым источникам. И это представление об истории достаточно древнее, несмотря на то, что именно в 19 веке историческая наука стала одной из базовых наук гуманитарных. Это представление об истории какофакти и исследовании, расследовании, также древнее, как и сочинение Аристотеля. Именно он на это обратил внимание. Но именно Аристотель, сравнивая историю и поэзию, то есть историю и литературу, отдал предпочтение литературе. Он сказал о том, что познания на самом деле большого в том, что уже случилось и что однозначно случилось, не будет. Истина познания лежит в правде, которая может вызвать некое содрогание сердца, некая драматическая истина, которая в основе может иметь какое-то историческое событие, но все-таки взывает к неким более серьезным размышлениям о будущем. И именно Аристотель говорит о том, что в принципе нет никакой беды, если историки будут пользоваться приемами художественными, а драматурги будут использовать уже в сущности готовые исторические сюжеты, чтобы их ставить на сцене. Далее больше. Вот уже и Сократ совершенно определенно называет историю не историей, а риторикой. Говорит о том, что всякая история это некая конструкция и в сущности она литературна. Что дальше? И дальше эту линию представления о том, что история и литература это некие вещи очень связанные, что для нас очень странно, развивает римская историография. И там, внутри этой римской историографии, великий Цицерон говорит о том, что на самом деле историю должны писать поэты. Потому что, как мы знаем, история в своем значении, втором, первое значение это дознание, исследование, расследование, а второе значение и на греческом, и на римском, будет история как некий рассказ, некий вымысел. И уже во времена Цицерона история и предание, история и выдумка, отсюда мы все попадаем в историю, например. Такая история случилась, вот бытовое понимание. Это все едино, что на самом деле удивительно. Нам это удивительно, потому что мы во многом воспитанники вот той самой школы серьезной исторической науки 19 века, и мы, естественно, знаем, что эти дисциплинарные поля необходимо разделять. Я отлично это сознаю, как преподаватель разного рода баек и фикций, я понимаю, что историки занимаются гораздо более серьезными делами. И тем не менее, уже в 20 веке никаких нет сомнений в том, что вот возвращается это самое представление об истории, как о риторике и вот это Клио, Клио, кстати, муза. Да, то есть как-то вот тут есть некие сомнения, куда она может нам, нами быть отнесена в искусство, наверное. И это Хейден Уайт, один из теоретиков, Фредерик Джеймисон, здесь Жак Ренсье и тот же самый Умберто Эко. Все они говорят о том, что история это конструкция, это не более чем риторика. Лакло, например, обращает внимание на то, что нет нулевой степени письма ни у какого, то есть в любом случае риторической нулевой степени письма, то есть в любом случае любое высказывание, оно риторически заострено, то есть оно направлено на некую идею, что-то донести. И в этом смысле чем становится история? История становится историей тогда, когда она уже проходит некую литературную или историческую обработку. Иначе говоря, когда некий историк придаст событиям драматургическое действие. То есть он выберет действующих лиц этой исторической драмы, например, скажет, что победу в войне одержал Сталин или напротив, или Черчилль, или Рузвельт, или маршал Жуков. Если он придаст значение, увидит конфликт в той интерпретации исторической, если он, естественно, обозначит некую драматургию всего этого действия. И получается классические историки, и на это обращают внимание как раз и Хейден Уайт, и Джеймисон, и, конечно же, Мишель Фуко, они говорят о том, что так или иначе отстраивает ту или иную правильную, утвержденную версию или проводит ревизию этой исторической концепции. Получается, что история и в этом прочтении совсем недалеко ушла от литературы. Она конструирует этот сюжет. В данном случае мы будем говорить о чуде Дюнкерка вначале как о некой конструкции. Но прежде мне бы хотелось представить роман «Искупление» 2001 года. Роман, который, в общем, стал поводом для моего сегодняшнего выступления, роман Иэна Макьюэна. Писатель очень известный. Роман, действительно, тоже весьма и популярный, и высоко оцененный критиками. И, говоря об этом романе, Макьюэн предлагает совершенно, на мой взгляд, парадоксальные вещи. Во-первых, он в одном из интервью утверждает, что один швейцарский автор, бывший узник концлагеря, написал замечательную книгу. Я задаюсь вопросом, почему он не назвал ее романом? Это был бы необычно успешный роман. Все выдумано и очень талантливо. Но здесь как-то даже очень циничным это кажется, правда? То есть это как раз то самое, что рекомендовал делать Цицерон, писать историю поэтом или писать историю писателем. Ну, как-то звучит очень сомнительно. И уже о своем романе, там писательница Брайани, она пишет о Дюнкерке, в том числе, о том, что один из героев отступает из Дюнкерка, и она мечтает, чтобы он спасся. И в своем романе она спасает его, придает этому сюжету действительно чудесный финал, мелодраматический. Герой спасается, он возвращается к возлюбленной, все прекрасно. Но на самом деле, да, фактическая сторона якобы заключается в том, что он погиб от сепсиса, так и не увидев берегов Британии. Так вот, в конце романа Брайани писательница говорит о том, что у ее романа всегда будет читатель, который спросит, а что в действительности произошло? Здесь чувствуется ирония писателя. Ну что, вы читаете роман, что вы хотите от романа? Он проблематизирует, так скажем, реальность и фактологичность. И, наконец, мы можем абсолютно точно сказать, что роман основан на серьезной, кропотливой работе автора в Imperial War Museum. То есть он серьезно работал с документами. И вот эта большая достаточно часть книжки посвящена отступлению при Дюнкерке Сосновой на таких его архивных изысканиях, которые, как всегда, лежат в основе серьезных трудов романистов. Например, Вальтер Скотт или Гюго, или Толстой. В общем, не брезговали архивными разными документами. Мы все об этом знаем. Идемте дальше. Посмотрим, что же тогда произошло с фактической стороны. Я уже сказала, что со стороны Бельгии союзнические войска долго мучились разными моральными угрызениями совести, что они не могут оставить Бельгию. И долгое время там находились, теряли силы. И, наконец, когда Бельгия объявила, что она капитулирует, они уже без серьезных моральных обязательств двинулись в сторону Дюнкерка, чтобы эвакуироваться. Но это ситуация с другой стороны. Со стороны Франции поджимали войска. И, в общем, ситуация была осложнена тем, что по всему периметру шли бои. Это были очень серьезные бои с использованием современной техники. То есть историки говорят о том, что до сих пор спорят о том, почему вот такая ситуация произошла, почему это спасение, ну, массовое, действительно, как вы можете представить, было возможно. И они говорят о том, что, ну, здесь были разного рода решения, собственно, связанные с военной стратегией, но и были проблемы, связанные с деморализацией войск, естественно, при отступлении, и с огромным перевесом техническим. Потому что танки и воздушные атаки непрерывные, да, в общем, очень осложняли всю эту ситуацию. Позиция историков в отношении вот этого чудесного спасения на настоящий момент такова, что, в сущности, это спасение якобы получило значение, да, вот реального начала Второй мировой войны. Вы знаете, что восемь месяцев до лета, в сущности, сорокового года велась так называемая странная война, да. И вот с этого момента происходит действительно моральная мобилизация. Говорят о том, что это произошло после речи знаменитой, да, вот Черчилля, которая, ну, в общем, вывела эту войну уже в какой-то гораздо более серьезный формат открытый. И вы увидите перед собой цитату из доклада Черчилля на парламентских дебатах, когда он говорит о том, что на самом деле Европу ждет возможная совершеннейшая фиаско, да, и он желает предупредить о том, что предстоит серьезнейшая война в будущем. Пойдемте дальше. Вы видите, да, фотографии документальные. Итак, что произошло 4 июня? В сороковом году, 4 июня, то есть в последний день эвакуации, Черчилль выступает с речью в парламенте. Были этому событию, ему предшествовали несколько важных моментов. Ну, во-первых, отставка Невилла Чемберлена этому предшествовала. Ну, мы знаем Чемберлена по знаменитому выражению, что мы скажем Чемберлену, да. Это именно тот самый Чемберлен, который, вы должны помнить это, который, в общем, разделял идею того, что все должно быть мирным, да, и его политика в отношении Германии, в отношении войны, да, которая велась, она была вот такая достаточно соглашательская. После того, как он получил отставку, приходит Черчилль, и он совершенно с открытым забралом говорит о том, что мы должны, да, вступить в фазу серьезного осмысления того, что происходит, и абсолютная неприемлемость того, что представляет собой Гитлер, того, что происходит в Европе. В своей речи, в которой он литмотивом повторяет слова «we shall fight», да, в сущности, возникает некий этот парадокс, мы должны сражаться, и он говорит это тогда, когда войска отводятся, да, он повторяет и повторяет это вновь и вновь, и исследователи, которые анализируют эту речь, они говорят о том, что речь на самом деле весьма умно отстраивает стратегию поведения Черчилля в отношении Франции, да, которую он считал, в общем, сомнительным союзником, и при этом как союзника терять не хотел. Он считал, что Франция может принять решение о капитуляции, и не хотел этого допустить. Он хотел призвать американцев, да, для того, чтобы они тоже вошли в эту Вторую мировую войну и помогли, но при этом не хотел перед ними унижаться, да. Он хотел показать, что именно англичане, как всегда, ответственны за будущее. Вы знаете, что, напоминаю, что Британия вступила во Вторую мировую войну первой, да, как известно, да, то есть она более всего, большее количество времени находилось, да, в этом. И он говорит, прежде всего, противопоставляет цивилизацию и варваров, да, он говорит, что мы должны сражаться, и возводит это событие отступления из Дюнкерка в ранг события, ну, вот такого космического характера, да, то есть его риторика, она достаточно возвышена. Он, и это удивительно, речь его не была записана, но позже он ее переписал, и есть запись BBC, да, как мы слышим голос Черчилля, и я ее слушала, она совершенно, мне показалось не похожа на выступления великих риторов, да, вот с какими-то такими модуляциями в голосе время от времени, да, вот он делает какие-то акценты, но он совершенно не повышает, да, голоса, не пользуется этими характерными риторическими приемами голосовыми. И почему? Возможно, да, таким образом он противопоставляет цивилизованную, взвешенную позицию англичанина гитлеровской риторики, да, то есть риторики, да, вот такой бьющий на эмоциональный эффект. Ну, и, наконец, естественно, его, эта речь она имела практически мгновенный резонанс, резонанс во всех газетах. Более того, даже немцы отметили, да, эту речь как величайшую, да, но при этом показали то, что все-таки это речь побежденного человека, который отводит войска. Она имела сумасшедший эффект, и, вы знаете, когда я поднимала литературу по этому вопросу, оказалось, что огромное количество фильмов снято на эту тему, да, причем вот таких фильмов, которые прославляют именно духоподъемную речь Черчилля как решающую вообще чуть ли не во всей Второй мировой войне. Это занятно, конечно. То есть это своего рода, да, переписывания, конструированные истории по-британски. Ну и вот одно из последних исследований Лори Магуайр 2014 года, которое показывает, да, вот эту статуя, показывает, что это, безусловно, дизастер, да, то есть трагическое событие, трагедия. Но, с другой стороны, да, моральный эффект был весьма-весьма силен, духоподъемный. Далее, мне бы хотелось обратить внимание на то, что многие газеты и многие слушатели Черчилля практически сразу обратили внимание на то, что речь напоминает шекспировскую, да, несмотря на то, что в речи Черчилля мы не найдем ни одного архаического слова, вот какие-то художественные приемы, приемы аллитерации, литмотивные повторы, возвышенный слог, вот это его объединение со всеми страждущими. Он приносит, например, свое соболезнование какому-то лорду, который потерял, значит, своего сына уже, да, и так далее. То есть вот все это напоминает знаменитого Генриха V здесь в исполнении Кенна Табрана, я его предпочитаю гениальному Лоренцу Оливье, который, да, вы знаете, тоже исполнял Генриха V, тоже знаменитое исполнение, да, который, если вы помните хроники шекспировские, да, 10 хроник, то в 8 из них он показывает, да, вот проблемы государства как проблемы государя, да, то есть вот мораль государя и что-то в них не то, соответственно, сказывается на истории всей нации. И единственным положительным примером в этой хронике, да, у Шекспира становится Генрих V, и кто помнит, где он сражался, он сражался, это была победа, победа при Азенкуре. Да, вот не случайно этот вот французский контекст и не случайно совершенно, да, позитивный такой образ короля здесь присутствует. Ну и вы видите, да, газета «Таймс» отреагировала, «The proud progression of the prime minister's speech» – шекспировская Англия, да, она дышала шекспировской Англией. Удивительно, что после уже войны один из композиторов сочиняет, я так поняла, что это какая-то оратория была, значит, «Черчилл's Warfare Orchestra», да, где первая, да, речи Черчилля, да, вот она положена на музыку, да, и она вот так прославляет его, что само по себе занятно. Далее, то есть таким образом мы можем сказать, что он сознательно или несознательно апеллировал к лучшим, да, вот таким хрестоматийным образцам британского, да, духоподъемного литературного творчества, естественно, Генриху V. Более того, мы можем здесь наблюдать и библейские аллюзии, да, потому что это вывод евреев, да, и вот само слово «deliverance», да, оно отсылает к религиозному словарю. Идемте дальше. Далее, конечно, в своей речи он обращает внимание на спасителей, спасителями становится британский флот, да, вот Royal Navy, и это принципиально важно, да, это вот каноническая картинка того, что произошло, и все это описывается до сих пор, да, вот книга 2010 года тоже показывает значение именно британского флота в этих событиях, то есть сразу же после войны, да, и все эти годы, вот эта классическая интерпретация, она, безусловно, превалировала. Черчилль обращает внимание на флот, он говорит о том, что этот флот, именно он, а также воздушные войска, да, которые тоже принимали участие, но совершенно с другим эффектом, да, они позволяют говорить о том, что мы сейчас отступим, но мы вернемся, да, и раздавим гадину. Раздавим, конечно, не Вольтер, да, раздавим ту угрозу, которая угрожает цивилизации вообще, угрожает Европе. Далее, если мы посмотрим на воздушные войска, то он их называет рыцарями круглого стола, он называет их крестоносцами, да, и всячески возвышает. Но при этом мы совершенно точно знаем, что немцы гораздо более сильными оказались. И трагедия того, что произошло в Дюнкерке, она заключается в том, что солдаты выходили к морю и ждали, ждали момента, когда к ним подплывут вот эти лодки, маленькие лодки, чтобы доставить их на большие суда. И в этот момент они подвергались вот массированным атакам с воздуха. То есть это была страшная бойня, именно ее, кстати, показывает Макьюин в одном из эпизодов романа. Британская авиация в этом пыталась противостоять, но, увы, не очень эффективна. И тем не менее, в речи Черчилля британская авиация как будущее спасения и как сила, готовая противостоять мощи Германии, указывается. Далее, теперь мы обратим внимание на то, о чем говорит Пьер Нора в своей книге, которая стала очень важной для историков, проблематика мест памяти. Дело в том, что французский ученый, историк говорит о том, что есть места, да, это не обязательно памятники, да, есть места, географические локации, которые составляют символическую, которые обладают символической аурой. И эта аура включает и материальную, и функциональную сторону. То есть, это места памяти, с которой, да, связана история нации, история, которую мы конструируем, и которую мы возвращаемся, и которую мы можем менять. Вот в данном случае вы видите официальную какую-то картинку, вот эти суда, на которых, да, эвакуируются солдаты, и их достаточно много. Вот хроника, если вы поинтересуетесь, вы посмотрите, совершенно такая радужная, как солдаты поедают какие-то бутерброды, как их встречают, как это все достаточно триумфально. И эта фотография, которая показывает, как солдаты, в сущности, часами стояли в воде, в очень неприятную погоду, в очень сложных условиях, да, ожидая посадки, да, на какие-то суда, да, в общем, совсем-совсем не выглядящие, да, вот так помпезно и так спасительно. В этом отношении, да, Дюнкерк становится очень важным местом памяти и благодаря Черчиллю, и благодаря вот этому слову спасения, и благодаря Генриху V, благодаря всему, о чем я только что сказала, да, и мы можем сказать, что до сих пор, вот это я неожиданно для себя открыла, такой ракурс постановки вопроса, да, это современная карикатура, вы видите Ангелу Меркель, которая напоминает нашего ректора, вот, да, и вы видите премьер-министра, премьер-министра Великобритании, вы знаете, сейчас обострились разговоры о будущем Британии в Евросоюзе, как никогда Британия близка, да, к референдуму и решению о том, что нужно его покинуть, да, и эта ситуация, она мифологизирована в том числе, да, и благодаря Дюнкерку. Дюнкерк, и об этом я узнала из исследования Кристофера Кокера 90-го года, еще об отделении от Евросоюза не шла и речь, в этом исследовании он говорит о том, что Дюнкерк абсолютно закрепил идею того, что британцы исключительны, исключительны потому, что они находятся на острове, потому что вот эта нация, да, которая, так скажем, со всех сторон окружена водой и она может быть спасена, они абсолютно эксклюзивны. И, конечно, миф о преданной Британии, да, которая должна существовать сама по себе и которая иногда может спасать весь мир. Вот такие абсолютно, да, вот я уже говорю о стереотипах, о которых говорят сами британцы, да, ну и возвращаясь в 40-й год, вот такие любопытные отзвуки на ситуацию были, например, у парламентария лорда Бивенбрука в 40-м году. Мы хорошо себя чувствуем, да, когда мы в изоляции, то есть это вот совершенно естественное состояние британца. Георг IV писал в письме матери в 40-м году, что я, в общем, чувствую себя гораздо счастливее, что у нас нет сейчас союзников, на самом деле Черчилль хотел союзников, да, с которыми нужно расшаркиваться. Ну и уже в 90-м году Энах Пауэлл, также консерватор, парламентарий, кстати, филолог, говорит о том, что в своей речи говорит о том, что, в общем, Европа всегда осчастливлена британцами, да, потому что они, только они не могли спасти всю Европу аж в 40-м году. Вы видите, да, история повторяется, и любопытно, что Дюнкерк выступает вот как такой один из цементирующих, да, эту историю мифов. Но мы возвращаемся в то, что представляет собой на сей раз ревизию, да, вот этой официальной версии о чудесном спасении флота. Дело в том, что уже Присли практически сразу после войны начал говорить о том, что не вот этот королевский флот сделал главное дело, а маленькие суда и суденушки, которые участвовали в основном, да, вот в коммерческой деятельности, то есть там очень много было, как вы понимаете, курортный город, и не случайно, кстати, в фильме возникает это колесо обозрения, например, и так далее, да, это курорт, курорты со стороны Британии, со стороны Франции, да, и получается вот эти курортные маленькие катерки, да, они участвовали в спасении, и почему, да, почему никто не обращает внимания на этот важнейший факт истории, которые позволяют полностью изменить отношение к тому, что там произошло. А произошло следующее, 850 катеров, да, вот разного рода суден, которые принимали участие в операции «Динамо», из них 235 были потоплены, да, то есть это, ну, действительно было участие народное, да, причем участие как со стороны французов и со стороны англичан. А французы, кстати, да, вот такие, их очень-очень не любили, да, то есть Черчилль, кстати, говорил, он надеялся на то, что они не падут, но всячески намекал, что Франция как топадшая женщина может пасть, да, под ноги немцев. Далее. И, соответственно, мы можем говорить о том, что эта история переписывается, переписывается активно. Например, в 2003 году выходит фильм BBC, который показывает ветеранов войны, которые предлагают совершенно не глянцевую версию событий в Дюнкерке, и возникает вот целая дискуссия вокруг этого фильма. Работа профессионального английского журналиста Монтефьори, вы видите ее, да, вот важно, что это журналист, он показывает и высказывает критику, как сочинение, лишенное какого бы то ни было, его сочинение вызывает критику, потому что историки на него набросились, что вот он якобы не обращает внимания на дислокацию войск, на то, что делал Гитлер, что делал Черчилль, что делал Рамсей, что делал Диксон. Но его интересует не это, его интересует другой, его интересует та сторона, которая показана, вот историки знают, человек второго плана в истории, да, с глазами солдата. И в своей книге он помещает более ста фотографий, да, на которых изображает вот ситуацию этого 10, практически, да, 10 дней, ситуация кромешного ада, в котором пребывали 338 тысяч человек на разных, да, в разных позициях. Да, кто-то в блиндажах отстреливался от немцев, да, и пытался бороться с танками, да, чтобы позволить оставшимся, да, уйти, и совершенно жуткие, я читала, да, вот свидетельства о том, что они понимали, что они вот те самые жертвы, да, которые станут, будут возложены на алтарь, да, спасение от других. А кто-то участвовал, да, вот в совершенно немыслимых операциях по спасению от страшных увечий, которые те люди, которые там находились и ждали погрузки, да, испытывали, да, и вы видите, такая литература появляется, например, «Забытые голоса Дюнкерка», да, то есть история изнутри, история как история трагическая на самом деле, да, нетриумфальная, история страшных человеческих потерь, история травмы, о которой, да, не говорят, говорят лишь о чудесах. И, как мне видится, цель автора, да, цель Макьюэна, роман которого я вам представляла, показать вот именно эту травматическую сторону, показать боль, показать раны, показать неизбывность, да, вот так скажем, этой хрупкости человеческой. И мы, да, вот человек второго плана, здесь вы видите, да, какой-то дом, в котором скрывались, да, французские, английские солдаты, и страшное было побоище, потому что в конечном счете, когда немцы захватили, то есть это было такое убийство, это то, что увидели немцы, когда они вышли на берег Дюнкерка, огромное количество, да, касок, которые оставили солдаты, да, то есть это действительно событие очень-очень крупного масштаба и событие, которое неоднозначно должно быть записано в число глянцевых, да. И вот эта сторона тяжелая, травматичная, она показана у Макьюэна достаточно откровенно. Вот такая цитата из романа. И вот здесь позиция и Монтефьори, и Иоанна Макьюэна очень любопытна. Они оба выступают против сентиментализации любого сюжета, в том числе против сентиментализации истории. История, и он пишет, говорит, я против того, чтобы мы показывали, если кто-то здесь есть, кто читал Курта Вонигута, я надеюсь, здесь есть такие люди, вы помните, да, что Вонигут тоже говорит, если в моем романе будет что-то, да, что предназначается для Джона Уэйна или Фрэнка Синатры, или если будет что-то, какой-то героический пафос, который будет напоминать героизм Хемингуэя, я лучше не буду писать этот роман, да. Война – это страшно, война – это всегда трагедия, да, война – всегда это осознание хрупкости, в том числе хрупкости человеческого тела. И в данном случае, ну, я уже не буду апеллировать с каким-то страшным-страшным подробностям в субботу утром того, что там происходило. Я обращаю внимание на фильм, хороший фильм Джона Райта «Искупление 2007 года». И это не он, это не Джон Райта, это Фредерик Джеймисон, цитату которого я вывела внизу. Исторический нарратив уже не изображает историческое прошлое, он лишь разыгрывает в образах наши представления и стереотипы о прошлом, которые тут же становятся популярной историей. Сама же история остается в недосягаемости. Вот фильм уже где-то гламуризирует те ситуации, которые описываются в романах, то есть он где-то сентиментализирует уже вторую, другую, низовую версию истории, что тоже само по себе любопытно. То есть мы сталкиваемся с ситуацией, когда любое представление в форме художественной делает эту историю конструктом, делает эту историю, возможно, с хэппи-эндом, делает эту историю сентиментальной, мелодраматической. Вот такова участь истории. Если мы посмотрим, на что на самом деле указывал Иэн Макьюн, то мы должны обратить внимание на фотографии такого рода. Он хотел показать хрупкость, он хотел показать непосредственную боль, которую испытывали солдаты. И в этом смысле нарратив исторический или литературный противопоставляется показу. То есть я могу лишь увидеть и через зрительное, или практически такое аффективное восприятие понять, что произошло. Вот он пишет, писатель исторического романа может изобразить все, что угодно. Мы можем даже изобразить военный госпиталь, но мы не можем, так скажем, достичь сути того, что здесь происходило. А происходила страшная, жуткая ситуация гибели большого количества людей не на фронте, а в результате сепсиса, в результате ранений, в результате потери крови. И вот эта ситуация, да, она очень любопытна выражена в одной из сцен романа, когда героиня Брайни, она работает в военном госпитале, ее просят обратиться к молодому французу, она знает французский язык, и поправить его бинты, поговорить с ним. Очень любопытно, что в фильме не показывается, что там под бинтами. Не показывается, потому что у нас Джо Райт, да, потому что предыдущая картинка, вот она там, и колесо обозрения, и карусель, и, значит, вот эти воины, да, то есть она ужасная, да, но при этом она где-то симпатичная. Это то, как мы хотим воспринимать, да, вот этот ужас войны, но ужас войны в другом, и я зачитаю, я зачитаю. Да, вот, кстати, это очень часто в Макьюэн, он проникает в само тело, да, он анатомически членит его. Перед Брайни картина обритого пролома в голове, да, потому что она снимает с головы юноши бинты, и оказывается, что бедняга лишился части мозга, именно поэтому он говорит какие-то невероятные вещи, очень сентиментальные. Цитирую. «Под зазубренными краями черепа губчатое вещество мозг». Да, и далее, да, она видит, да, с помощью хирургических щипцов она начала осторожно отдирать слой за слоем, насквозь пропитанную кровью, задубевшую марлю, прикрывающую страшную рану. Когда был снят последний слой, сходство с наглядным пособием по анатомии, манекеном, у которого половина лица была лишена кожи и мышц, оказалось весьма отдаленным. Ее взору предстала живая, кровавленная, развороченная плоть. Сквозь отсутствующую щеку, это уже она описывает другого человека, были видны нижний, верхний, задний коренные зубы, блестящий, неестественно, длинный язык. Рядовой Латимер превратился в монстра и наверняка догадывался об этом. Да вот такие какие-то вещи страшные, жуткие, о которых нам не хочется думать, да, но которые составляют суть войны, и, по-видимому, это то, что составляет для Макьюэна суть того, что произошло в Дюнкерке. Итак, перед нами, да, мы можем сказать, да, перед нами не столько рассказ или ревизия, да, вот этого официального нарратива, да, исторического, который произошел, ну, благодаря речи Черчилля. То есть это не чудо Дюнкерка. И это, конечно, ревизия того, что произошло там на самом деле, да, история, рассказанная как бы изнутри, глазами солдат, глазами отступающих солдат. И, конечно, это ситуация, когда и тут, и другой вариант рассказа не является достаточно точными. Точным становится по Макьюэну показ боли, да, показ раны, показ того, что не может быть рассказано принципиально. И в этом смысле мне бы хотелось процитировать Джорджи Агамбе на его работу, что остается от Освенцима. Архив и несвидетельствуемое. Свет, которым язык как бы очерчивает несвидетельствуемое, не есть слово несвидетельствуемое. Это слово другого языка, которое рождается, когда слово уже не в начале, а оно устраняется от начала с тем, чтобы просто быть свидетельством. И так вот это и есть свидетельство, да, свидетельство того, что человек хрупок. И так что случилось в Дюнкерке? В Дюнкерке случилось обнажение человеческой хрупкости, и несбывность памяти об этом должна присутствовать. По мнению Макьюэна, должна присутствовать. Не случайно. Этот роман он пишет еще и потому, что отлично осознает, что его самого бы не было. Дело в том, что его отец был тем счастливцем, которого спасли из Дюнкерка. И он прекрасно осознает случайность судьбы в выборе его отца, и, соответственно, случайность рождения на свет самого его. Вот такое, да, так скажем, совершенно необычное представление о том, что история на самом деле – это не факт. История не может представить нам ничего, кроме рассказов, конструкций, официальных, да, или ревизионистских, да, представляет собой этот случай Дюнкерка. Это миф, это чудо, это история боли. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ